Светлана Щелкунова. Королевские сказки. Сказка на здравствует король. Один король любил писать на заборе всякие слова. Например, «Слава королю» или «Да здравствует король». Он переодевался простого подданного, выходил с ведром краски и кисточкой на улицу ночью, чтобы его никто не видел, и писал «Да здравствует наш король, самый лучший король в мире» или «Король молодец». Утром верноподданные тоже выходили на улицы, читали на заборах лозунги и радовались. Вот какой у нас король замечательный, даже на заборе про него написано. Еще бы, ведь не будут про плохого человека на заборе хорошее писать. Однажды ночью король вышел с ведерком краски и кисточкой, но не смог найти ни одного свободного места, ни на одном заборе. Верноподданные были такие верные и такие подданные, что не смели закрашивать в надписи восхваляющие короля. Король бродил по пустым улицам, искал, но увы. Тогда он с тоской взглянул на черное-причерное небо, полное звезд, и решил, все на нем неплохо будет смотреться лозунг «Да здравствует король, написанное белой краской». Он сбегал домой за стремянкой, нашел самый высокий в королевстве дом, с трудом дотащился на пятый этаж, а оттуда на черепичную крышу. Сначала король написал «Слава королю» прямо на крыше, но буквы получались неровные. Он поставил стремянку и стал карабкаться все выше и выше. Взобравшись на последнюю ступеньку, король вспомнил, что оставил там внизу ведерко с краской и свою любимую кисточку. Тяжело вздохнув, а ведь у короля была астма, он хотел было спуститься за краской, но засмотрелся на такое близкое и бесконечно далекое черное небо. На небе разноцветными пчелами роились звезды, шелестели, звенели, подмигивали друг другу и королю. Все небо было живым, оно не спеша шевелилось, ворочаясь сбоку на бок. То там, то здесь откалывались от него кусочки звезд и огненными хвостами стремительно падали на землю, шипя и озаряя пространство. Король смотрел на вселенную, а та глядела на него в упор. У короля даже мурашки по спине побежали. Так ему стало волнительно. Кто я такой? Я жалкая козявка? Крохотный червячок? Песчинка? Огрызочек? Огарочек? О вселенная? О звезды? Что я по сравнению с ними? Король подумал, что, наверное, сейчас звезды смотрят на его королевство сверху и хохочут над его «Слава королю» или «Король молодец». Нет, не хохочут, определительно улыбаются. Ему стало очень стыдно. Щеки и уши прямо-таки горели от стыда. Он упустился на верхнюю ступеньку. Звезды ласково кивали ему огненными головами. Король немного успокоился и остыл. Он проводил рукой по небу. И, казалось, зачерпывал пригрышнями крохотные звезды и само небо, словно воду из озера. Король подносил ладонь к рту и пил небо. Но потом он посмотрел на часы, спохватился и быстро-быстро спустился вниз. Этой ночью у него было очень много дел. Перегодилась вся запасенная королем краска. Белая, синяя, зеленая, голубая, желтая, оранжевая и бордо. Всю ночь король красил заборы один за другим. Хорошо, что королевство у него было маленькое и краски хватило. Последний забор он докрашивал уже рано утром, когда самая близкая звезда золотым громадным шаром выкатилась на побледневшее небо. Верноподданные нашли короля спящим прямо посреди лопухов, возле последнего дома, в котором жила одна старушка. Король сладко спал на лопухе, подложив ладошку под щеку. Он был весь разноцветный, пестренький и довольно улыбался во сне. Чей-то петух нагло хлевал крохотные звездочки, высыпавшиеся из королевского кармана. «Да здравствует король!» – шепотом сказали верноподданные и разошлись по домам. Им было жалко будить своего любимого и такого замечательного короля. Когда король проснулся, было уже позднее утро. Он встал, отряхнулся, посмотрел на свои раскрашенные руки и направился в ближайший дом. Нельзя же являться ко двору в таком виде. Добрая женщина, не найдется ли у тебя немножко теплой воды и мыла? Старушка нагрела для короля много воды и дала ему кусочек земляничного мыла. Король тер себя мочалкой и мылом и поливал из кувшина с отколотым носиком. Потом добрая женщина предложила ему позавтракать или уже пообедать. Еда была самая простая – гречневая каша с молоком и кофе из желудей. Но король был готов поклясться, что никогда в жизни не едал он такой невероятно вкусной гречневой каши с молоком, как в тот жаркий августовский день в домике у старушки, когда чей-то петух стоял на подоконнике и, склонив голову, поглядывал на его карман. Наверное, петух тоже мог поклясться, что крохотные золотые семечки из кармана короля самые вкусные на всем белом свете. Субтитры создавал DimaTorzok